Этой весной Горьковский автозавод запустил современное литейное производство. И в этом малоинтересном широкой публике событии оказалась скрыта настоящая сенсация. На новой линии вдобавок решили выпускать заготовки для дизельных двигателей. Тогда ГАЗ ограничился скупым заявлением, что это будет среднеформатный дизель, который можно устанавливать на Газели, Соболи и Валдаи. Но почти сразу возникло предположение, будто ставка сделана на четырёхцилиндровый китайский фотон. И вот спустя полгода дилеры получили первую Газель Next, оснащённую новым мотором. Автосалон на юге России, первым опубликовавший громкое известие, оперативно удалил новость из своих соцсетей. Но было поздно. Из публикации мы узнали, что двигатель называется ГАЗ-21А. Это 2,5-литровый, 150-сильный агрегат, отвечающий эко-нормам Евро-2. Но не стоит проводить параллели с двигателем 21-й Волги. Судя по всему, цифра 2 как раз означает экологический класс. И очевидно, что это временное решение. Затем машины будут отвечать требованиям 5-го экологического класса, поэтому соответствующая версия мотора будет обозначаться Г-51. А что касается литеры А, то это вариации по мощности, далеко не единственная из возможных. Двигатель, действительно созданный фотоном, представляет собой лёгкую цельно-алюминиевую 16-клапанную четвёрку, которая может выдавать от 300 до 450 ньютон-метров крутящего момента. А значит, сгодится и для Соболя, и для Валдая, не говоря уже про Газель. Продажи 2,5-литровых Газелей должны стартовать через неделю-другую. И вот тогда будет интересно узнать, какая машина лучше – с новым Фотоном или старым Каминзом. Уместно будет вспомнить, что китайский турбодизель Хуадун Каминз собирает на своём пекинском заводе тот самый Фотон, но по определённым причинам Газ выбрал для локализации не привычный российскому рынку китайский Каминз, а собственную разработку Фотона. Научный автомоторный институт, он же НАМИ, официально завершил приобретение всех российских активов японского концерна Nissan Motor, включая автозавод в Санкт-Петербурге. Предприятие Nissan Manufacturing Cruise остановилось весной. С марта из-за разрыва логистики и антироссийских санкций конвейеру катастрофически недоставало комплектующих. Напомним, что на российской площадке по полному циклу со сваркой и окраской кузовов последние годы делали кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. Впрочем, у японцев есть возможность вернуться. При продаже сборочной линии Nissan получил опцион на право обратного выкупа в течение шести лет.